Собраны книг Насколько разнообразны они Бог удивительным образом позаботился о том, чтобы передать тем, кто будет читать потом Его Слово, слушать Его откровения, воспринимать Его, передать самого себя, передать откровение о самом себе, передать откровение о реальности жизни, передать откровение о Божьем плане, который Он систематично и последовательно осуществляет в жизни передать Его наиболее полным образом И вот в этом широком спектре, в разнообразии всего того, что мы встречаем в Библии, я имею ввиду различия стилей, разные книги представлены здесь Есть и такие книги, подобные книги, Исфирь Книга Исфирь отличается, сильно отличается от большинства книг Библии Во-первых, есть только две книги Библии, в которых не упомянут Бог ни разу Очень интересная особенность Библия – книга о Боге Библия – книга, являющаяся откровением Божиим И, казалось бы, в каждой книге, на каждой странице, на каждой строчке, там должно быть очень много сказано о Боге И действительно много сказано о Боге Но вот само слово «Бог» в книге Исфирь и в книге «Песни-песни» Две книги таких есть Самого слова «Бог» нет Это было, кстати, одной из причин, по которой люди на протяжении истории иудаизма и христианства дебатировали А действительно ли книга Исфирь должна входить в канон библейский Или же она, может быть, просто является исторической книгой, которая рассказывает о интересных событиях, которые имели место тогда в еврейском народе или в истории еврейского народа Но она не обладает Боговдохновенной ценностью Есть еще некоторые аспекты этой книги, которые интересны Книга Исфирь – одна из нескольких книг Ветхого Завета, которая ни разу не цитируется в Новом Завете Вы знаете, что Новый Завет постоянно цитирует многочисленные книги Практически почти все, за исключением нескольких Несколько книг есть, которые не упоминаются, которые не цитируются в Новом Завете И книга Исфирь – одна из них Есть еще одна характеристика, одно отличие этой книги, которая делает ее уникальной Это одна из двух книг Библии, которая носит имя женщины Вы знаете, есть книга Руфь, которая посвящена Руфи и книга Исфирь – она, естественно, посвящена Или главной героиней этой книги является женщина Исфирь, которая жила тогда в плену в Вавилонской Или в это время это уже была Персидская империя Но есть некоторые другие особенности этой книги Несмотря на то, что эта книга вызывает столько много споров или сомнений, как бы Эта книга всегда входила в канон Не было такого периода, когда ее не включали бы в еврейский канон И в общем христианский канон, который, конечно, в большой степени воспринял еврейский канон Это одна из особенностей, которая говорит о том, что действительно мы можем считать книгу Исфирь Боговдохновенной книгой, хотя есть другие, более важные, на мой взгляд И мы откроем их сегодня, когда мы будем исследовать эту книгу Очень интересно, когда мы говорим о том, что книга Исфирь не упоминает Или в ней нет слова Бог ни разу Кстати, в русской Библии есть в 6 главе, в 1 стихе написано В ту ночь Господь отнял сон от царя Так вот, в русской Библии немножко перестарались люди Вы знаете, что русская Библия сделала септуагинты А в септуагинте те, кто переводил септуагинту Вернее, так скажем, в переводе Ветхого Завета большую роль играла септуагинта А септуагинта – это перевод еврейской Библии на греческий язык Который был сделан примерно 150-200 лет до рождения Иисуса Христа И вот в септуагинте там не только вот это слово вставили А там добавили еще несколько глав Если у вас есть неканоническая Библия То там есть эти, по-моему, еще 6 или 7 глав Которые, по-моему, 6 глав Которые добавлены к книге Исфирь И в этих 6 главах там много рассуждений о Боге И всего того, что, в общем, дается оценка Как бы происходившему тогда с точки зрения духовной, так скажем Вот, и эти добавки явно не канонические Они явно были добавлены позже Тем не менее, несмотря на то, что в этой книге нет ни одного слова Бог Его присутствие абсолютно очевидно здесь Его действие настолько явно и настолько конкретно выражено Что эта книга действительно и сегодня является огромнейшим благословением Для многих и многих Божьих детей И в том числе и для нас с вами Я думаю, что и мы сегодня с вами получим большое благословение Исследуя эту книгу Книга Исфирь Написана в период Вавилонского пленения Или непосредственно после него Где-то вот в то время Мы точно не знаем, когда она была написана Но мы точно знаем, какой период времени Описан в этой книге Скорее всего, она была написана вскоре Может быть, через несколько лет Может быть, десяток лет После того, когда имели место эти события Я приведу вам еще раз одну схему Которую мы уже видели Но в этой схеме добавлена одна деталь Вы помните вот эту схему Которая показывает точку Ассирийского пленения Когда Северное Царство То есть, десять колен народа Израильского Были уведены в плен ассирийцами Это было в 722 году До нашей эры До рождения Иисуса Христа Потом были три волны переселения в Вавилон Когда постепенно захватывали народ израильский Вавилонские войска И в конце концов 586 год Окончательное разрушение Иерусалима И окончательное уведение в плен остатков Израильтян, которые выжили на то время И потом были три волны возвращения Израиля Первая волна была осуществлена Под предвозительством Зарававеля Такой был лидер израильского народа Вторая волна была руководима Ездрой И третья Ниемия Так вот, между временем Зарававеля и Ездры Прошло достаточно много времени Вы видите здесь 80 лет В течение вот этого времени Имело место множество разных событий И одной из этих событий Была история с Исфирью События, которые описаны в книге Есфирь Достаточно точно определены по времени Они происходили с 483 года по 473 год То есть примерно 10 лет Период в 10 лет Описан в этой истории Событие происходит В том месте, где жили Рассеянные тогда евреи Но здесь есть одна очень важная деталь Которую нужно помнить Когда мы читаем книгу Исфирь То у нас возникает ощущение того Что она касалась тех евреев Которые жили тогда В том месте вавилонского пленения В действительности Она касалась евреев абсолютно везде Мы сейчас увидим это Очень интересная деталь Давайте посмотрим на карту Тогдашней Персидской империи Персидская империя захватывала тогда Достаточно много территорий Посмотри, вот территория Израиля Вот где Израиль был тогда В то время Когда мы посмотрим на То, каким образом Распространялись территории тогда Или распространялось влияние Захват тогдашних империй То мы видим, что территория Достаточно большая Огромная территория Вы можете видеть Вавилон вот здесь находится Вот в этой точке Изначальная Вавилонская империя Находится здесь Вот здесь вот находятся Сузы Мне трудно видеть буквы Но я точно знаю, что это здесь Вот здесь находится Сузы Вот здесь горная гряда пошла Вот посмотрите Персия, когда была Персидская империя Она захватывала вот всю вот эту территорию Вот эту огромную территорию Что интересно в этой карте? В этой карте интересно то, что По всей этой территории жили евреи Мы читаем в первых стихах, что Царь Артаксеркс правил Управлял 127 областями То есть по всей вот этой территории Были области персидского царя И во всех этих областях Жили евреи тогда Действие происходит в Сузах Который был тогда столицей Вы помните, что при Новохадоносере Столица была в Вавилоне При Артаксерксе Столица в Сузах То есть это город, который восточнее Находится И если Вавилон здесь равнина То здесь в предгорьях Вот этих вот Здесь такие горная местность пошла То этот город находится В предгорьях этой горной местности Мы точно не знаем, кто написал Эту книгу Есть несколько предположений Которые выдвигались на протяжении истории Некоторые люди считают, что Ее мог написать Ездра Или Ниеме Или же Мардахей Может быть Но нет абсолютно никаких Объективных данных Которые позволили бы нам Остановиться на одном Из этих предположений Поэтому Мы можем считать только Что этот человек Достаточно хорошо знал Еврейскую жизнь И очень хорошо знал Состояние и культуру Персии того времени Этот человек Ясно Симпатизирует Он очень хорошо Себя Сопоставляет С еврейским народом И мы видим Каким образом Он Четко Прописывает Все детали Связанные С жизнью евреев Тогда При дворе Персидского царя Интересные детали Что будучи разбросаны По всему миру По всей этой еврейской империи Будучи разбросаны Евреи продолжали Знать Бога Они действительно Находились в таком состоянии В котором они Понимая То что Бог Действительно Указывает На их жизнь Или он указывает На их состояние В котором они находятся В то время Они понимали Несмотря на то Что они были в отступлении Они понимали Что есть закон Они понимали Что есть Бог Они понимали Что есть едино Божие Вот И поэтому Они всю свою жизнь Строили Исходя Из этих обстоятельств Книга Есфири Она Описывает события Которые имели место В этот особый период Еврейского народа Когда они Находились В плену в Вавилонском И сначала он был в Вавилонском Потом знаете Там Медоперсия То есть Они цари там Захватывали Имели влияние Один на одного Захватывали Один другого В течение всех этих времен Вот И на протяжении Вот этого времени Были разные люди Там Были разные истории Мы еще коснемся Этого периода Когда будем изучать Книгу Даниила Книгу пророка Даниила События Описанные в книге Пророка Даниила Были раньше Они проходили В Вавилоне Они проходили В При нескольких царях Вавилонских Потом Медийских Царях То что Описано Здесь Это уже Речь идет О Персидском Царе Несколько слов Скажу О общем сюжете Этой книги Если вы помните В этой книге Имеет Эта книга Имеет Дело С ситуацией Которая Возникла С еврейским Народом Который Жил тогда В то время И в это время Один из Так скажем Представителей Одной из Языческих Подгрупп Которые жили Тогда И мы коснемся Подробно Этой подгруппы Он Решил По своей Злобе Сделать Все что он Может Для того чтобы Народ еврейский Уничтожить В это время Бог использует Еврейскую Девушку Которую Звали Гадаса Если вы прочитаете В самом начале Ее Настоящее имя Гадаса Было Есфир Это персидское имя Ее потом Переименовали Скорее всего Используют Эту девушку Для того чтобы И ее Двоюродного Брата Кстати Мардахей Это не дядя Ее был Он был Старше ее По всей видимости Но он был Ее двоюродным Братом Используют Для того чтобы Освободить Народ Израильский И делает это Очень интересным Чудесным Образом Давайте посмотрим На основные темы Этой книги И когда мы посмотрим На эти темы Мы тогда сможем Пройтись по основным Событиям Я думаю Что мы Многому сможем Научиться Из этих событий Самая первая Тема Которая проходит На протяжении Всей книги Это Божья верность Израилю Посмотрите Несмотря на Все что Происходило с народом Несмотря на то Что этот народ За свою неверность За свое Богоотступничество Оказывается В плену Бог наказывает Этих людей И посылает Или посылает Этих захватчиков Которые Один за одним Потоками Волнами Приходят И уводят Народ в плен И в общем Делают их Рабами Народ израильский Там жил Не на курортах Явно Что у них Были трудные Времена Мы читаем Псалтере Написано При реках Вавилонских Повесили мы Арфы свои То есть Они не могли Петь песни Радости Они действительно Были подвержены Печали И эта жизнь Была сложной Достаточно Но несмотря на все это У Бога Есть свой план По отношению К этому народу И Бог продолжает Его осуществлять Методично Шаг за шагом Бог делает Свое дело Это то что мы видим В этой книге Эта история Подтверждает Наличие Того же самого цикла Который существовал ранее И мы подробно Его разбирали Если помните В книге судей Книга судей Описывает цикл Когда народ Достигает благословения Благополучия И потом Находясь в этом состоянии Благополучия Народ постепенно Ослабляется Ослабевает Охлаждается И вот потом Бог посылает Наказание Когда они находятся В состоянии Воздействия Этого наказания Народ обращается К Богу Он вопьет И просит о помощи И Бог посылает Свои спасения И вот такая Цикличность Наблюдалась В книге судей Мы подробно Ее разбирали Давайте посмотрим На первый элемент Это благополучие Народа израильского В плену Благополучие Евреев В плену Несмотря на то Что они были взяты В плен Несмотря на то Что их привели В землю неволи Они были практически Рабами Там вавилонско На вавилонской земле На удивление Они продолжают Процветать там Это очень Интересное Положение Делал Труднопонятное Нам Каким образом Бог берет Вот эти люди Которые были Рабами В Египте И они там Жили достаточно Хорошо Сейчас они Рабы в вавилоне И мы видим Что действительно Там достаточно Много интереснейших Явлений Происходит С ними Пару вещей Которые я хочу Отметить В этой ситуации Давайте Прочитаем С первого Первой главы С первого стиха И было Во дне Артаксеркса Этот Артаксеркс Царствовал Над Ста двадцатью Семью Областями От Индии До Эфиопии В то время Как царь Артаксеркс Сел на престол На царский престол Свой что в Сузах Городе Престольном Несколько слов Скажем По поводу Этого царя Если вы читаете Английские Библии То в английских Библиях Почти во всех Скорее всего Имя этого царя Звучит по другому Его трудно Прочитать Попробую я Прочитать Ахашуерус По английски Он Звучит Ну вы понимаете Между Артаксеркс И Ахашуерус Очень мало Чего-то Близкого Кроме того Что буква А и Р Повторяется И С Там кажется Еще В действительности Настоящее имя Этого человека Будет именем Ахашуерус Вы почти Никогда Не ошибетесь Возьмите Хороший Английский Перевод НСБ Или ЭСВ Это Современные Переводы Которые Учитывают Последние Раскопки Последние Данные И они Гораздо Более Точно Все это Делают Помните Что русская Библия Переведена Примерно 150 лет Наверное тому назад Ветхий Завет Где-то примерно так Был переведен То есть Достаточно давно Это во-первых Во-вторых При переводе Ветхого Завета Использовала Септуагинта Я уже говорил Достаточно Сильно И поэтому Многие ошибки Особенно В именах Которые Были Сделаны В переводе Септуагинты Они Просто Были Перенесены В наш Русский Перевод В действительности Там была Целая Трансформация Каким образом От Вот этого Настоящего Имени Ахашуэрус Перешли К имени Артексеркс Через Несколько Разных Языков Переводили И таким образом Один Немножко Добавил Другой Немножко Добавил Это как Испорченный Телефон Помните Игра В испорченный Телефон И в конце Уже Получается Что-то Такое Что Трудно Понять И специалисты Действительно Проследили Каким образом Вот В переводах Перешло От такого Имени К совершенно Неузнаваемому Ну Причина Почему Артексеркс Здесь Это достаточно Распространенное Имя В то время Помните Да И когда Ставили Это имя Переводчики Которые Переводили Это Давайте еще раз Посмотрим Не только На Артексеркса Мы уже Сказали Что это действительно Человек Которого Имя Было Отличалось Немножко Мы будем Называть Артексеркс Я думаю Он не обидится Вот Я хотел Обратить еще раз Внимание На 127 Областей И не только Областей А то что Они распространены Были От Индии До Эфиопии Давайте посмотрим Еще раз На эту карту Индия Вот здесь Вот Эфиопия Здесь Смотрите От Индии До Эфиопии Все вот это Было его владение Этого царя Как я уже сказал Что Евреи Жили На всей Этой территории Было Несколько Рассеяний То есть Мы читали О первом Рассеянии Мы читали О втором Вавилонском Рассеянии И мы знаем Точно Что евреи Двигались Мигрировали И они Находились На всех Вот этих Территориях С 127 Областей Но они Просто там Находились Они Просто там Жили Они Жили И Жили Достаточно Неплохо Надо сказать Давайте посмотрим Несколько Штрихов Которые Позволяют Нам Судить Об этом Вы Помните Когда Аман Пришел К Артаксерксу И он Сказал ему Такую вещь Он Говорит Ему Я Знаю Народ Который Живет По своим Собственным Законам И вот Если ты Разрешишь Мне Чтобы я Этот народ Уничтожил Ты в свою Казну Получишь Десять Тысяч Талантов Давайте Прочитаем Это Третья глава Книга И сказал Аман Царю Артаксерксу Есть Один Народ Разбросанный И рассеянный Между народами По всем Областям Царства Твоего И Законы Их Отличны От законов Всех Народов И законов Царя Они Не Выполняют И Царю Не Следует Так Оставлять Их Конечно Здесь Есть Очень Важная Точка Которая Говорит О том Что Эти Люди Не Выполняют Законов Царя Скорее Всего Речь Не Совсем Об этом Идет Помните Что Аман Это Злопыхатель Человек Который Хочет Зла Мардахею Всему Еврейскому Народу И Поэтому Он Извращает Вещи Но Это Точно Указывает На То Что Евреи Они Продолжали Даже В плену Жить Исполняя Закон Божий Настолько Насколько Это было Возможно Во всяком Случа Многие Из них Мы Точно Знаем Что Речь Шла Об 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 Мы Точно Знаем Что Эти Народы Они Придерживались Своей Диеты Или Многие Из Них Придерживались Диеты Которая Была Регламентирована Законом Моисеевым Мы Точно Знаем Что В Жизни Этих Людей Присутствовал Принцип Единобожие Что Сильно Делало Их Отличающимися От Остальных Языческих Народов Которые Поклонялись Множеству Богов Разных Таким Образом Несмотря на то Что они Жили в Разных Местах Здесь Написано Разбросанный И Рассеянный Между Всеми Народами По Всем Областям Царства Твоего Несмотря На все Это Мы Точно Знаем Что Этот Народ Вот так Бог Сделал Они Продолжали В какой-то Степени Хранить Закон Который Они Знали Который Где-то Внутри В глубине Их Сердец Был У них Не Было Храма Кстати Вот Именно В это Время Начались Синагоги Где Собирались Евреи Для того Чтобы Поддерживать Свою Еврейскую Идентичность Ну Интересная Вещь В другом Интересная Вещь В десяти Тысячах Талантов Это Немножко Ниже Написано Да Смотрите Девятый Сих Если Царю Благоугодно То Пусть Будет Предписано Истребить Их И Десять Тысяч Талантов Серебра Я Отвешу В руки Представленников Чтобы Внести В царскую Казну Десять Тысяч Талантов Серебра Это Не Десять Тысяч Долларов Вы Знаете Что Десять Тысяч Долларов Можно Упаковать Вот Такую Маленькую Маленькую Пластину То есть Их Можно Сжать Так Что Они Будут Очень Маленькой Штучкой Небольшой Совсем Десять Тысяч Талантов Серебра Немножко Больше Я вам Сейчас Скажу Это Означает Триста Семьдесят Пять Тон Серебра То есть У Амана Явно Такой Массы Не было У него Не было Даже Верблюдов Чтобы Все Это Перевести Триста Семьдесят Пять Тысяч Килограмм Или Тон Серебра Откуда Аман Рассчитывал Взять Это Серебро У Евреев Естественно Которых Он Уничтожил То есть Оказывается Евреи Имели Деньжата И Достаточно Много Немало Надо Сказать Триста Семьдесят Пять Тон Серебра У Пленных Евреев То есть Мы Видим Картину Мы Видим Что Несмотря На то Что Не В Плену Несмотря На То Что Все Эти Тяжелые Обстоятельства Происходят Бог Продолжает Хранить Этих Людей У Бога Есть План И Он Хранит Их Не Потому Что Они Обладают Какой-то Особой Ценностью Он Хранит Их Потому Что Он Обеспечивает Им План Он Обеспечивает Чтобы Они Могли Сыграть Свою Роль Которая Необходима Для того Чтобы Следующее Звено В этом Плане Сработало Чтобы В конце Концов Привести К тому Что Придет Мессия Кстати 375 Тон Серебра Приравнилось Примерно 70% Царского Годового Дохода То есть Это была Достаточно Большая Сумма Которой Обладали Эти люди Вот И Мы Видим Что Несмотря На Неблагоприятные Обстоятельства Бог Позволяет Народу Еврейскому Народу Израильскому Не только Не смешаться С другими Народами Не только Не потерять Свою Идентичность Но он позволяет Им Жить Достаточно Неплохо В этих Обстоятельствах При этом Есть другая Реальность Это Враждебность Народов По отношению К народу Израильскому Или к евреям Неизвестно Почему Или потому Что действительно Бог их всегда Благословляет Особенно И они лучше Живут Чем люди Другие Часто Так было Или же По каким-то Другим Причинам Может быть По причинам Того Что у них Бог другой Они поклоняются Богу И они не хотят Поклоняться Языческим Богам Или же По причинам И еще Нам непонятным Между евреями В изгнании И людьми Которые Жили там Всегда Возникали Враждебные Взаимоотношения Они были Они были Они были Непостоянными Но периодически Мы видим В истории Посмотрите Историю России Погромы Которые Были Против Евреев Посмотрите Историю Европы Фашизм Который Направлен Был Против Евреев Очень сильно И можно Проследить В истории Очень много Таких Ситуаций Где Проявлялась Враждебность По отношению К Израильскому Народу В этой ситуации В ситуации Описанной В книге Исфирь Причиной Конфликта Была Национальная Вражда И мы можем Ее сейчас Понять Смешанная С религиозной Гордостью Давайте мы Прочитаем Третью главу Где Начало Описания Конфликта После Сего Возвеличил Царь Артаксеркс Амана Сына Амадафа Вугиянина И Вознес Его И поставил Седалище Его Выше всех Князей Которые У него И все Служащие При царе Которые Были У царских Ворот Кланялись И падали Ниц Придаманом Ибо Так Приказал Царь Амадахей Не кланялся И не падал Ниц Интересные вещи Которые Мы можем Видеть Здесь В этих Нескольких Стихах Ну Казалось бы Мадахей И просто Человек Который Ну Или знает Себе Цену Или же Не хочет Поклоняться Людям Написано Поклоняйся Богу Господу Богу Твоему И возможно Что это Действительно Так Возможно Что причина Богаторый Мадахей Не хотел Поклоняться Аману Как раз И была В его Единобожии В том Что он Верен Был Единому Богу Но Вполне Возможно Что там Были Несколько Другие Причины Дело В том Что Аман Назван Здесь Вугиянином Если Вы Почитаете Опять-таки Английские Библии То В ваших Английских Библиях Немножечко Точнее Описано Опять-таки Трансформация Имен От переводов Немножко Точнее Описано Имя Этого Вернее Его Принадлежность Или Характеристики Вот это Слово Вугиянин Оно Имеет Отношение К Царю Амаликитянскому Которого Звали Агаг Точнее Его Нужно Было Назвать Здесь Агагиянин Помните Царь Агаг Которого Когда-то Бог О Котором Когда-то Бог Дал Приказание Саулу Чтобы Он Когда будет Воевать С Амаликом Что Он Должен Уничтожить Всех Включая Агага Царя Этого Царя Амаликитян Вы Помните Что Саул Не Сделал Этого Потом Позже Этого Царя Придали Смерти Но Вот Эта История С Аманом Она Снова Возвращает Нас К той Ситуации Прошло Примерно Пятьсот Лет С этого Времени Так вот Один Из Сыновей Агага От него Произошел Аман Давайте Посмотрим Еще Немножечко Еще На пятьсот Лет Раньше До Саула Мы Перейдем К Истории В которой Описано Возникновение Амалика Или Амаликитян Как Народа И Истории Конфликта Который Возник Между Народом Израильским И народом Этим Амаликитян Амалик Был Внуком Исава Вы Помните Что Исав Иаков Два Сына Исаака То Амалик Был Родственником Еврейскому Народу Но если вы Помните В 17 главе Книги Исход Описано Возвращение Народа Израильского Когда они Возвращаются Из Египта И когда они Подошли К Амалику То Амаликитяне Они не Хотели Пропустить Народ Израильский И выступили Войной С Израильтянами И вот С тех пор Возникла Вот эта Вражда Это Вражда В 17 главе В конце 17 главы Книги Исход Описано Таким образом Смотрите 16 стих Ибо Сказал Он Это Иисус Иисус Навин Кажется Или кто-то Из воинов Я не помню Сейчас Точно Кто-то Из военачальников Который Имел Тогда Эту операцию Иисус Иисус Скорее всего, память об этом была основной причиной, почему Мардахей не сходил поклоняться Аману, и этот Аман, он не просто был крутым парнем при царском дворце, а он был амаликитянином, он был конкретно агагиянином, или вугиянин здесь его называют. То есть, с ним была связана определенная история, история конфликта между израильским народом и народом амаликитянским. Исфирь, 3 глава, 3-4 стих написано, «И говорили служащие при царе, который у царских ворот Мардахею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей. Ибо он сообщил им, что он иудеянин». То есть, когда ему говорили, почему ты не поклоняешься, то причиной он назвал, я иудеянин, по этой причине я не могу это сделать. И эта причина была связана с двумя вещами. Единобожие первое, и второе – это вражда между амаликом и народом израильским. Это стало главной причиной. Кстати, когда Аман услышал, что он иудеянин, это завело и Амана. Почему он стал не только преследовать Мардахея, а он преследует всех евреев. Потому что он увидел эту общую угрозу, которая исходит от иудеев к амаликитянам. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахеев. Это конкретная точка, в которой один горделивый человек соприкасается с тем, что кто-то не воспринимает его или не преклоняется перед его гордыней. Этот горделивый человек, он вспоминает свои национальные какие-то, национальные достоинства или ценности национальные, и начинает воевать, мы видим, против Израиля. Это намерение было тщательно подготовлено. То есть это вражда, это не просто вспышка эмоций. Это вражда, которая осуществлялась Аманом очень методично, последовательно, и мы видим, каким образом он подходит к царю, как он нашел возможность царя уговорить, чтобы издать закон. И после того, когда издали этот закон, посмотрите, и были посланы письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев. Малого и старого детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением, объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузу был в смятении. Нужно отметить, что закон был издан в первом месяце. То есть примерно было двенадцать месяцев на подготовку этой акции. Пока эти, вы же понимаете, электронной почты не было, и даже почта такая, хотя она была очень развита, сильно развита в это время у персов, по причине того, что они сделали вот это почтовые лошади. У них были станции, где меняли лошадей, и дальше передавали эту карету, эту повозку, на которой везли эти письма царские. То есть это была достаточно так организованная структура, но даже для нее нужны были месяцы, чтобы вот эти письма достигли до начальников областей, чтобы они могли издать этот указ, и донести его до каждого подчиненного, или для всех административных работников, чтобы эта акция была осуществлена. Если вы помните, этот Аман, когда он назначал этот день, написано, что он бросал жребий или пур, этот камень, который кидали тогда, его называли пур, то есть камень, как у нас этот кубик бросают, и там выпадают какие-то стороны. Вот такой был камень у них, они бросали жребий этим камнем. Вот этот камень, их на персидском назывался пур, и отсюда пошел праздник Пурим. Кстати, вот это спасение евреев, оно, одна из причин, почему эта книга в еврейском каноне, потому что она объясняет возникновение еврейского праздника Пурим. Отсюда произошло это слово. И когда они кидали, и выпал этот камень у них на месяц, на 12-й месяц, месяц Адар, на 13-й день 12-го месяца. Таким образом, евреи постоянно сталкивались с противостоянием. Смотрите, Бог давал им благополучие, они могли жить, они сохраняли свою идентичность, они не сливались с народами, которые там жили. И в то же самое время Бог постоянно их держал в напряжении. То с одной стороны, то с другой стороны. Причем не просто в напряжении, а иногда это доходило до такой степени, что этот народ реально стоял на грани полного уничтожения. Это геноцид, то есть полнейшее истребление всех евреев. И в то время, если бы Аман настойчиво, или если бы Бог не прервал этот план Амана, Аман имел силы, имел реальную власть, чтобы это сделать. Действительно истребить всех евреев на территории, живших на территории всей тогдашней Персидской империи. Итак, мы говорили уже о двух вещах, которые мы видим здесь, вот в этом Божьем плане, в Божьей верности Израилю. Третья вещь – это молитва и их обращение к Богу. Как нередко случалось ранее, когда народ приходил в себя, когда люди видели реальную опасность своего положения, они попияли к Богу. Когда Есфире предстояло идти к царю, то первое, что она сказала, она поняла, что она не может сама иметь успех. Она понимала, что ее жизнь, она рискует жизнью реально. Успех всего этого дела напрямую зависит от того, насколько Бог подействует в сердце царя. Если царь расположится, то он может не убить ее, во-первых. Во-вторых, если царь распоряжится, он может помиловать весь народ. Четвертая глава, Есфирь, 15 стих написано, «И сказала Есфирь в ответ Мардахею, пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. Я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Есфирь. То есть Есфирь ясно понимала, что без молитвы, без серьезного обращения к Богу, здесь написано, что эта молитва с постом была. «Я буду поститься, и потом пойду к царю». То есть три дня этот весь народ, то есть все евреи, которые жили в Сузах, все люди, которые были там, кому успел сообщить Мардахей. Но мы видим, что подобная реакция молитвы, и плача, истинания, и обращения к Богу была по всей империи, то есть во всех областях, где жили евреи. Третий стих этой главы говорит следующее. «Равные во всякой области, и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у идеев, и пост, и плач, и вопль, вретище, и пепел служили по селью для них». Большинство из этих людей не знали о ей сфере и не знали, что она пойдет к царю. Но мы видели, что они молились Богу и просили о том, чтобы Бог помиловал их. Бог часто допускает бедствия для своих детей, для того, чтобы приблизить нас к себе, для того, чтобы обратить наше внимание, что мы нуждаемся в нем, и без него нет выхода абсолютно. Это очень важное обстоятельство, друзья. Мы сами по себе имеем такую склонность уповать на себя. Как только у нас чуть-чуть лучше стало, как только чуть-чуть ровнее в жизни, мы видим, что мы сами неплохо контролируем ситуацию. И Бог часто настаивает такое положение, когда нет другого выхода. Вот Есфир находится в таком положении, что если Бог не воздействует на царя, она сама, прежде всего, погибнет. Она не имела возможности, не имела права. Появляться пред лицо царя. И мы об этом посмотрим чуть-чуть позже. Следующее – это Божья защита и благословение. Так бывало много раз в истории израильского народа. Бог допускает серьезные угрозы, но Он потом вызволяет народ израильский, народство чудесными действиями своими. Помните, так было, когда за евреями гнались войска фараоновы, и когда они приперли их буквально к Черному морю, и когда народ уже в панике был. И они даже стали уже против Моисея роптать. Зачем ты нас привел сюда? И в самый последний момент расступается это море, и все эти люди проходят. И не просто они проходят, а те, кто за ними гнались, они погибли, и там погибают, там, в этом море. Так было, когда народу израильскому угрожал Голиаф. По всем человеческим расчетам нет возможности победить. И Бог дает победу очень интересно, очень необычно. Так было, когда Иерусалим угрожал Синахирим. Помните, во время Езекии пришел вавилонский военачальник Синахирим, и он стоял и смеялся. Когда этот город закрыт был, и Езекия не открывал город, не сдавал город, то он смеялся, он говорит, ну, на что вы надеетесь? Посмотрите, все города вокруг, они же не слабее вас, и все они уже нами взяты. Вы одни здесь остались, и вас я могу взять точно так же, как всех остальных. И мы знаем, что Бог сделал, так организовал обстоятельства, что внезапно это войско получает приказ вернуться назад в Вавилон, потому что там возникли какие-то волнения, и царю нужно было их подавление, нужны были войска, и мы знаем, что Иерусалим в тот раз так и остался незахваченным, так и остался невзятым. То есть, когда мы говорим о Божьем народе, Бог действительно допускает народу израильскому и народу Божьему сегодня, в наше время. Часто допускает обстоятельства, в которых единственным шагом это вопль, это молитва, это просьба к Богу, это обращение, искреннее, сердечное обращение к Богу. Но после этого обращения Бог дает свою защиту, Бог дает благословение. В результате этой истории евреи не только сохранили жизнь, но они стали гораздо более сильнее, чем они были до того, когда это все произошло. Восьмая глава, шестнадцатый, семнадцатый стих описывает, а у евреев было тогда освящение, это не освящение, а от слова свет. И переводчики по-разному переводят, некоторые считают, что это просто радость сияла на лице, или же, что у них было много света, то есть, они зажигали разные светильники. Освящение и радость, и веселье, и торжество, и во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило по велению царя и указ его, была радость у иудеев, и веселье, и пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. То есть, люди, они стали выдавать себя за иудеев, они стали говорить, у меня тоже там бабушка была какая-то немножко смесь с еврейством, и так далее. Люди стали выдавать себя за евреев, потому что Божья защита и Божье благословение были очевидно явлены народу израильскому в это время. Есть второй очень важный пример, или очень важная тема, которая важна не только для народа израильского, которому была эта книга написана непосредственно, но и для нас с вами сегодня. Это очень большая посвященность Мардахеи и сфере своему народу. Когда мы говорим о детях Божьих, когда мы говорим о нашей жизни, мы имеем дело с реальным фактом, что у каждого из нас, когда мы призваны следовать за Иисусом Христом, есть понимание того, что мы должны быть преданы Богу. У нас есть разная степень реального посвящения себя Ему. Вы можете измерить это в каждой конкретной ситуации, когда вы знаете, что вы что-то должны делать, что Бог говорит вам так делать, и у вас нет сил, чтобы так делать, вы не делаете то или иное действие. Так вот, когда мы говорим о такой ситуации, всегда речь идет о том, что у нас недостаточно посвящения. Если у нас нет сил сейчас делать, значит тогда нам нужно посвящение, чтобы тренировать себе силы, чтобы иметь силу это делать завтра. Чаще всего христиане, дети Божьи, чаще всего они поступают немножечко по-другому, они просто говорят, а вот сил нет, и вот никаких дел не будет. И поэтому вот так вот я и живу, бессильный такой христианин. В действительности все сводится к уровню посвящения. Так вот иногда Бог ставит нас к такой точке, когда нашим посвящением определяется все, или если не все, то очень много. Это имело место с Мардахеем и Есфирью. Это началось прежде всего с ясного посвящения своему народу Мардахеем. В 4 главе давайте прочитаем первые и вторые стихи, когда Мардахей узнает о том, что такой указ вышел. Когда Мардахей узнал все, что делалось, он разодрал одежды свои и возложил на себе вретище и пепел и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Мардахей знал, что он делал. Он здесь плакал, он находился в таком состоянии, когда разодрал одежду, нажил на себе вретище, не по причине того, что ему просто было жалко себя. Он вел себя так, потому что он знал, что у него есть только один путь. Он ясно понимал, что Есфирь, его двоюродная сестра, которая была ему как племянница или как дочь ее родители умерли, и он воспитывал ее. Мы считаем, что она выросла под его воспитанием. И он имел на нее влияние. И зная это, он идет туда, к царскому дворцу. Идет к царскому дворцу, когда доложили Есфири о том, что вот там Мардахей находится в таком положении. У Есфири нет этого закона, она не знает, о чем говорят там в городе, что происходит. И царь не знает, что она еврейка. Она позже сказала царю, что она еврейка. Есфирь посылает одного из девнуков, посылает одежду Мардахею, потому что в двор царский нельзя было войти во вретище, то есть в печальной одежде нельзя было показываться перед царем. Она посылает ему одежду, чтобы он переоделся, чтобы он зашел сюда, и чтобы она могла иметь с ним разговор. Он отказывается это делать. Он отказывается снимать с себя вретище и передает через этого евнука причину, почему он находится в таком положении. И вот тогда Есфирь отвечает ему. Слушайте 10 стих. И сказала Есфирь Гафаху, и все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван один суд смерти. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр останется жил. А я не звана к царю вот уже 30 дней. То есть когда Мордохей послал к Есфири, он сказал ей вот такое положение, есть один вариант, как это можно исправить. Ты пойди к царю и попроси царя о том, чтобы он отменил этот указ. Это невероятно. Это звучит вообще невероятно, чтобы женщина могла уговорить. Это первый вельможа царя, самое доверенное ей лицо. Он спонсирует этот билл, он спонсирует этот закон, он продвигает, он имеет на царя гораздо больше влияния. он приходит к царю сам свободно, он является одним из его приближенных, он входит к царю свободно. Есфири же относилась к той категории лиц, которым вход в царский двор был запрещен. Вход в царский двор был запрещен по следующей причине. Это была своеобразная система безопасности. Вот сегодня там разные металлодетекторы существует там служба безопасности, которая проверяет подноготную человека, где он там до вашей прабабушки, кто, прежде чем Белый дом пропустят на какое-то событие. Тогда была проще эта система. Если человек появлялся, если царь знал его, он простирал свой жезл, его впускали. Если человек появился, и царь не простер жезл, то простирали жезлы другие люди, которые забирали и лишали его жизни, то этот человек был, его к нему относились как к террористу, как к человеку, который хотел отравить царя, что-то плохое ему сделать, что-то причинить ему, ущерб какой-то причине. Поэтому Есфирь говорит, меня уже 30 дней не звали к царю. То есть она наконец в такой категории, к этой категории относились все женщины вообще, несмотря на то, что она была царицей, она была официальной женой царю. Все женщины, они не были званы, вернее, они могли появиться только тогда, когда ее позвали. И она говорит, все служащие при царе, все народы в области царских знают, то есть это был закон, который все понимали, не влезай и убьет, то есть не приближайся, иначе тебе секер башка будет, тебе казнят просто за такую попытку. И она очень ясно знает, что Мардахей тоже это понимает. Поэтому, когда она говорит Мардахею, это позволяет нам делать вывод, что Мардахей ясно понимал, на что он идет. Он хорошо знал, что он рискует самым дорогим, что у него было. Здесь ничего не сказано о его жене Мардахее, здесь ничего не сказано о каких-то других родственниках его. Здесь сказано, что у него была эсфирь, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы воспитать ее. И мы знаем, как он часто был у двора царского, потому что он знал, что там дорогой для него человек живет. И, несмотря на это, Мардахей из своей посвященности народу израильскому, своему народу, он идет, и он готов послать эсфирь почти, что, на верную смерть. Здесь написано один суд, смерть, только тот, кому прострет царь свой золотой скипер. Интересно, смотрите, что Мардахей объясняет ей. 13 стих. И сказал Мардахей в ответ эсфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Заметьте, как он учит эсфирь брать на себя ответственность за других. Тебе хорошо сейчас, ты в безопасности, но не думай, что ты одна спасешься. Это очень удивительное качество вот этих людей, которые имеют эту посвященность. Они берут на себя ответственность, и Мардахей ее учит. Ты можешь пересидеть в то время, когда народ твой вырезается, но он учит ее посмотреть на ситуацию с другой стороны. Посмотрите, как он работает над ее мышлением. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Заметьте, как он представляет ей два разных аргумента. Один аргумент, он говорит, что если у Бога план спасти свой народ, он говорит, что Бог имеет разные обстоятельства, через которые Он может сделать совершенно неожиданное нами. Свобода и избавление придет для иудеев из другого места. И второй аргумент, который Он предлагает. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Очень интересно, Он продолжает ее учить, Он воспитывал ее. Он продолжает ее учить, вот сейчас в этой сложной ситуации, Он говорит ей о том, что то, что ты имеешь сейчас, используй это. Используй это для вечной ценности. Кстати, это реально характеризует наше посвящение. Бог дает каждому из нас определенные возможности, определенные способности, они разные у каждого, но Он дает их нам именно для этого времени, для такого времени описано здесь, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Бог поставил Ессирь в это положение, для того, чтобы она в этом положении была верна Ему и Его народу. Бог ставит каждого из нас в наше положение, в котором мы находимся, для того, чтобы мы в наше время, в нашей точке были верны Ему и Его народу. Это самая главная цель, это самая главная задача, которая стоит перед каждым человеком. Это то, что мы видим здесь в истории Мардахея и Исфири. Итак, это второй элемент, который достаточно ярок. Здесь, кстати, об этом пишутся книги, снимаются фильмы. Вот именно вот этот элемент посвящения, элемент мужества, который проявляет Исфирь, она жертвует, она рискует своей жизнью, она ставит себя под удар, зная, что это единственная возможность каким-то образом повлиять на спасение ее народа. И последнее, то, что мы видим в этой книге, удивительное явление, это величие Божьего проведения. Это книга одна из книг Библии, которая воспевает Божьи проведения, которая показывает его очень ярко, которая как бы вся соткана из того, чтобы помочь людям, которые будут читать эту книгу, увидеть, что Бог в действительности контролирует все события. Вообще Библия вся об этом. Я удивляюсь, когда люди, читая Библию, некоторые даже проповедуют Библию, но они пытаются спорить против Божьего проведения или приумолить каким-то образом его значимость. Но действительно вся Библия говорит о простой, но для нас непостижимой картине. Суть ее следующая. Мы, когда смотрим на события мира, нам кажется, что все они происходят хаотически. Здесь один человек захотел, сделал так, другой человек захотел, сделал вот так, а потом куча всяких людей сделали вот так, а один человек имел власть над тысячами других людей и он сделал так, и все люди каким-то образом ощущают эффект этого. И вот так вот весь вот этот комплекс пересечения разных воль, разных действий, разных взглядов, желаний, разумов и так далее, и все это находится, казалось бы, в таком хаотическом, саморегулирующемся состоянии. В действительности Библия убеждает нас в другом. Библия говорит о том, что несмотря на то, что нам кажется, что это так происходит, все события действительно очень точно управляемы Богом. Вот здесь мы приходим к этой точке, в которой мы не можем охватить это. По нашей логике или люди все это управляют, или Бог. Если люди управляют, каким образом Бог может управлять? А если Бог управляет, то тогда все люди это просто куклы или роботы, которыми Бог водит и заставляет их делать то, что Он всегда дает нужным. Так вот, в Божьем проведении удивительно получается так, что вот это один из примеров. Мы сейчас посмотрим на этот пример, где действует очень много людей, культурно-исторические условия определенные. И несмотря на то, что все они действуют, исходя из своих желаний, своих оценок, того, к чему они, кажется, имеют тенденцию, все равно все приходит к той цели, которая была установлена Богом. Давайте посмотрим на эту часть этой книги. В этом действительно красота ее, и в этом красота Библии. Первая история, которая здесь явно появляется, это как Исфирь стала царицей. Вот нам так кажется, что все кажется случайно. Царь захотел сделать пир. Ну, как обычно, они делают пиры там много. Захотел сделать пир. При этом царица Астин не захотела прийти по приказанию царя и предстать перед его вельможами. Ну, просто неохота ей было в данное время. При этом не только, что ей было неохота, она, наверное, когда-то еще не хотела приходить, скорее всего. При этом царь в это время был очень уж не в настроении, что он сильно разгневался. и при этом его приближенные, они его подтолкнули к тому, чтобы лишить ее царского достоинства. И они еще сказали, по всей видимости, я думаю, что у нее не раз это было, они сказали, ты должен ее обязательно выгнать, вот, иначе, и объявить это по всем областям, чтобы все жены боялись мужей. По всей видимости, как я уже сказал, что там у них было, наверное, это рецидив был, то есть, это не сразу было так. Вот нам кажется, что так вот просто, и царь решает, все, хорошо, мы, значит, увольняем ее вместе, там, совещание было у них вместе с этими приближенными, и все казалось, кажется, случайным. Дальше царские слуги ищут царицы замену. Есфирь попадает в число этих возможных кандидаток. И дальше царю понравилось, его сердце расположилось именно на кейсфире. Опять-таки, нам все это кажется, что, ну вот, it just happened. Действительно, если мы видим, как все это точно, помните, Мардахей говорит, не для этого ли времени Бог, или ты стала царицей, ты достигла такого положения. Действительно, постепенно, постепенно, Бог, управляя ситуацией, ведет каждого человека к своей точке. следующее, заговор против царя и помощь Мардахея. Помните это обстоятельство, когда, там очень коротко описано, кажется, в конце второй главы, что двое предверников, которые были при царском дворце, они захотели убить царя. Мардахей прослушал, подслушал, что у них есть такое намерение. Есфирь уже была царицей. По всей видимости, у него была регулярная связь с ней. Он сообщает Есфире, и Есфирь дает знать об этом царю, и этих двух людей казнили, заговор был разрушен, а о Мардахее делается запись, или об этом событии делается запись в памятной книге царя, и об этом забывается. И потом прошло несколько лет после того, когда эта памятная книга опять была поднята и опять была прочитана. Восстание Амана еще одно событие. Бог допускает ясное выражение или явное выражение вражды Амана. Опять-таки мы видим, что Бог не только добрые события контролирует, не только то, что Есфирь стала царицей. Как хорошо, и весь народ Божий радуется. Есть и другие события. И в данной ситуации мы видим Аман появляется, этот злопыхатель, этот человек, который ненавидит евреев, ненавидит Мардахея. И так складывается обстоятельство, что Мардахей в это время находится вот там, у царского двора, где проходит Аман, и он не поклоняется, и все это становится явным. И в конце концов узнают, что он иудей, и таким образом Аман восстает и начинает преследовать Мардахея. «Риск Есфири». Еще один шаг. Есфирь соглашается пойти на риск, чтобы просить за свой народ. Да, это было действительно посвящение Есфири, но мы точно знаем, что это было Богом организовано там, что на этом месте оказалась правильная женщина, что от ее действия зависело истребление или не истребление всего народа по всей империи. Следующая бессонная ночь царя. Помните, после того, когда Есфирь осмелилась, она пошла к царю, царь ее протянул к ней свой золотой жезл, и он выслушал ее, и она, помните, пригласила его на пир к себе. Она не сразу пришла и сказала ему так и так, она была достаточно разумная женщина. Пришли на пир, и он на пиру заявляет и говорит, все, что хочешь, до полуцарства, пожалуйста. Кстати, это такая гипербола была, тогда использовали такое выражение, оно не означало, что он отдаст ей полуцарства, но означало, что очень много он был готов ей дать. Все, что хочешь, проси, и ты получишь от меня. И она говорит, я прошу об одном, приди еще завтра на пир. И опять она не сразу это делает, ей нужно было освоиться, увидеть ситуацию каким-то образом. Она это делает постепенно, у нее есть вот эта способность контролировать свои эмоции. В данной ситуации сидел бы и трусился уже. Зуб на зуб не попадал, чтобы сказать царю быстрее, слушай, Амана, скорее, секир башка, он здесь вот рядом. огромная выдержка, очень точная, ясная, продуманная методика, план, по которому она действует. Так вот, между первым пиром и вторым пиром была ночь. И в эту ночь Бог отнял сон у царя. И не просто отнял сон у царя, а царь еще, вот не спится ему, он не просто сел там почитать новости с земли египетской, какой-нибудь там журнал или там, у них тоже какие-то были там летописи или что-то он читал. А он сел посмотреть памятную книгу царя. И не просто сел посмотреть памятную книгу царя, а открыл ее именно на том месте, где Мардахей. И он вспомнил, слушай, а что сделали мы этому человеку? Хороший парень оказывается. Оказывается, он действительно мне жизнь спас. И после этого случается еще такое событие до вечера. Вечером пир следующий, второй, а здесь до вечера развивается событие почтение Мардахея. Помните, когда царь встает и он сам не свой, он понимает, что ему что-то нужно сделать, и он призывает, эй, Аман, Аман как раз пришел, Аман, давай иди сюда, срочное дело есть. Мне нужно почтить царя, которого я очень сильно уважаю и ценю очень сильно. Ну, Аман, естественно, думает, кого уважает сильнее всего. Ну, его же, и он пишет сценарий, как это все должно происходить. Расписано все до мельчайших подробностей, со вкусом, со смаком, там много перечисляется всяких разных деталей в этом сценарии. Заметьте, как это все вот так вот по капелькам, по крохам собирается. Вот здесь же реакция Амана, ну, он мог бы по-другому как-то проагировать. Помните, что, да, его посадили на царское коня, надели в царское облачение, вот, и водили его там, и Аман сам и водил же по городу, потому что он сказал, что один из лучших вельмож царя должен это делать. Заметьте, как много сочетается в божьем плане. В конце концов, поражение Амана. Вы помните эту историю, когда был второй пир, и когда на этом втором пиру Исфирия открыто сказала царю о той угрозе, о той просьбе, которая у нее есть, она говорит, я прошу жизни, мне не нужно царство, мне нужна жизнь, мне и моему народу. Ну вот, и царь был расположен к ней, он за это время расположился к ней, и он готов был сделать все для того, чтобы спасти ее жизнь. И мы видим, как Аман не только не получает желаемого, но он лишается жизни. Еще после того, когда царь во гневе вышел, Аман упал на колени, бросился ей в ноги и просил ее о том, чтобы она его помиловала. И царь в это время заходит, и он неправильно истолковал это, он думал, что он еще пристает к ней здесь, у него же во дворце. И он его сразу немедленно наказал. То есть, мы видим, что это действительно очень серьезнейшие такие действия, которые, ну, по-нашему, по-человеческому, это just happened. Это просто вот так случилось. Мы видим, как это точно было организовано Богом. Следующее, спасение еврейского народа. Бог удивительным образом спасает еврейский народ. Он не просто, царь не просто сказал, что вот так хорошо, теперь мы отменяем этот закон. Он не отменил закон о их истреблении. Он дал другой закон. Он дал еще один указ. Этот указ говорил о следующем, что вы можете все те, кто враждует против вас, кто будет на вас нападать, вот в этот день, вы можете защищаться и их истреблять. Ну и когда положение дел поменялось, то есть Амана не стало, он был главным лоббистом этого закона, Амана не стало. Все ясно понимают, кто такой Мардахей. Мардахея поставили сейчас главным там при царе в это время. И народ вокруг, в общем, кроме тех, которые действительно были врагами евреям. Эти враги евреям, они все показали себя, они выступили против евреев, и известно было, что по всей империи 75 тысяч человек было уничтожено в этот день. То есть народ израильский, они не только спасены были, не только жизнью было оставлено, а написано, что они в гораздо лучшем положении остались после всего этого дела, потому что те, кто были врагами, их погибли в этот день. И последним возвышением Мардахея, подобно Иосифу, Даниилу, Мардахей стал премьер-министром практически, то есть правой рукой. Помните, когда-то Иосиф был премьер-министром в Египте, Даниил был в Медоперсидском царстве, и Мардахей здесь стал премьер-министром Персии. Когда мы слушаем все это, или смотрим всю эту картину, Божье увеличив проведение, и как Бог точно шаг за шагом достигает своей цели. Я вспоминаю то, что сказано было Богом через пророка Исаию, когда он говорил о царе Кире, Кир, который должен был вернуть народ израильский из Вавилонского пленения. 45 глава книга пророка Исаии. Давайте прочитаем эти слова для того, чтобы лучше понять, о чем идет речь в этой книге. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Кир неверующий человек, совершенно не знает Бога. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, то есть Бог покоряет им народы, и сниму пояс из чесла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу, и железные запоры сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израильев. Бог делает все, Он организует историю для того, чтобы достигать одной цели, чтобы мы, люди, которые наблюдаем за этим всем, могли видеть Его руку во всем этом. Это было сделано для царя Кира. В 4 стихе Он говорит ради Иакова, ради раба моего, Израиля избрана моего, то есть ради народа Божьего, ради его конечной цели, ради Церкви Божьей, которая будет собрана в конце концов в Новом Иерусалиме. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Это Божье провидение. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Друзья, книга Исфирь, она помогает нам еще раз яснее увидеть эту важную истину. Мы будем молиться сейчас, и перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы предложить вам три коротких урока из книги Исфирь. Урок номер один. Мы можем уповать на Бога. Бог заботится о своем народе. Это, пожалуй, одно из самых радостных, одно из самых ободряющих наставлений или один из самых ясных уроков здесь. Следующее. Мы можем восхищаться Богом и тем, что Он делает. Когда мы смотрим на Его провидение, мы удивляемся Божьей мудрости, мы удивляемся точности того, каким образом Бог может решать задачи, которые по-человечески нерешаемые. Так как мы это видим, мы просто не можем это решить, используя наши человеческие средства. И следующий, последний урок. Нам нужно быть посвященными Богу и Его делу в том месте, куда нас поставил Бог. Используя те ресурсы, те возможности, которые Бог дал нам, потому что именно для этого времени Бог поставил нас на это место, где мы находимся сегодня. И у каждого из нас есть свое место, и у каждого из нас есть свое время. Помолимся об этом. Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам сегодня замечательную возможность открыть Твое слово и познакомиться с этой удивительной книгой, с этой книгой, которая описывает эпизод истории Твоего народа и описывает Твои действия в это время. Мы знаем, Господи, что во всем этом видна рука Твоя, потому что Ты Бог и нет иного. Ты управляешь мирами, Ты управляешь небом, землей, Ты управляешь каждым человеком, который находится сегодня на планете Земля. Я знаю, Господи, что все в руках Твоих, поэтому мы преклоняемся перед Тобой и мы просим Тебя, Господи, научи нас правильно жить в этом мире, учитывая это, зная, что Ты заботишься о своем народе, чтобы мы не унывали, зная, что в Твоем плане есть самые удивительные действия, самые удивительные штрихи, чтобы мы могли доверяться Тебе, практически понимая, что даже тогда, когда мы не видим реального выхода, когда мы не можем видеть Твоего плана, он у Тебя есть, чтобы мы готовы были Тебе доверяться. Благослови нас постоянно восхищаться Тобой и тем, что Ты делаешь. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Редактор субтитров